Матильда Элис Виктория Вуд Музик Холлин и это поощрял ее отец Джон Вуд, изготовитель искусственных цветов. Мать Мэри была очень хорошей портнихой. Как только она подросла, Мэри начала помогать матери кройкой и шитьем и организовала сестер и подруг своего рода вокальный коллектив Bell's Minestrel. Группы Министрелли были последним писком моды в то время. Беллс Министрелли выступали в местных миссиях и церквях с песнями о воздержании, костюмы им шила мать Мэри. Совсем юной Матильда Вуд приняла имя Мэри Ллойд, позаимствовав фамилию у газеты Lloyd's Weekly Newspaper и почти мгновенно стала одной из самых знаменитых английских эстрадных исполнителей. По нынешним временам песни Мэри Ллойд были совершенно невинны, но в викторианской Англии они приобрели славу пикантных и весьма двухмысленных во многом благодаря манере исполнения самой Мэри, которая улыбалась, подмиила и жестикулировала, отчего у ее аудитории возникало впечатление неких конспиративных отношений. Она получила как критику, так и похвалу за использование намеков и двусмысленности во время выступления. Но у нее была долгая и успешная карьера, во время которой ее нежно называли королевой мюзик-хола. Ллойд стала объектом самого пристального внимания комитета бдительности, от которых зависели лицензии у Риты. Я цитирую переводную в Википедии то, что мне удалось найти. Ей нравилось утверждать, что любая безрастность была исключительно в умах тех, кто жаловался на ее исполнение. А на самом деле ее песня совершенно безгрешна. Несмотря на свои успехи и большие заработки, она поддержала других исполнителей во время забастовки, известной как «Война в Риты» 1907 года, когда артисты устроили демонстрацию перед театрами, надеясь улучшить оплату и условия труда. Мэри сказала тогда, что если звезды могут диктовать владельцам в Риты собственные условия, то их более бедные коллеги вынуждены намириться с нищенскими зарплатами, и это несправедливо. В пример мэри последовали многие знаменитые артисты. Во время Первой мировой войны, как и большинство других эстрадных артистов, Ллойд с энтузиазмом поддержала призыв армии и бесплатно выступала перед ранеными солдатами. Находясь на гастроли в Соединенных Штатах, Ллойд дала интервью «Нью-Йорк Телеграф», в котором сказала, что люди не будут платить за то, чтобы услышать в Риты песни из репертуара «Армии спасения», и что если бы она попробовала спеть что-нибудь высоконравственное, в нее наверняка полетели бы пивные пробки, а то и пивные кружки. Три раза была замужем. В 1910 году Мэри встретила своего третьего мужа, ирландского жокея Бернарда Дилана, который был на 18 лет младше ее. В Соединенных Штатах Мэри Ллойд впервые выступала в 1897 году, а в 1913 отказали ей во въезде в страну из-за «моральной распущи». В Соединенных Штатах она путешествовала вместе с Диланом, еще не будучи его женой. Дилан много пил, поднимал на нее руку, и Мэри тоже начала пить. В 1920 году они разъехались. С тех пор дела Мэри покатились под гору. И хотя она все еще выступала, приглашали ее все реже и реже. 4 октября 1922 года Мэри Ллойд упала прямо на сцене во время выступления в Эдмонтоне, Лондон. Зрители засмеялись, думая, что это часть представления, но Мэри оказалась тяжело больна. Она умерла через три дня, 7 октября. На ее похороны 12 октября 1922 года пришли более 100 тысяч человек. Ну вот так вкратце, просто для информации, о Матильде Элис Виктория Вуд. Сценический псевдоним Мэри Ллойд. Популярная английская певица, выступавшая в мюзик-холлах. Пока-пока, до свидания, все хорошее. Узнали что-то новое. Пока.